В Красноярске определили места продажи праздничных сувениров и новогодних ёлочек. Откроются торговые точки ровно за две недели до Нового года. В этом году их будет ни много ни мало 180. С 15 декабря уличные палатки появятся в Центральном и Железнодорожном, а затем и во всех остальных районах города. Свято место, говорят, пусто не бывает, но, как ни странно, свободные торговые точки ещё есть. А все адреса, пароли и явки как предприниматели, так и покупатели смогут найти на сайте администрации города. За первыми новогодними подарками отправиться можно уже сегодня, пока есть время совершить это не торопясь и обдуманно. Но очень рекомендую сделать это не раньше, чем закончится НЭП. Теперь и по субботам. Ровно в полдень мы будем делиться с вами своими наблюдениями, советами и рекомендациями. Меня зовут Елена Ростовцева. Начинаем. Сегодня в программе. Вы прям вытягиваете её. Да. Здесь где-то килограмм выйдет уже готовой лапши. Устраиваем кулинарный батл и наблюдаем, как руки профессионала побеждают машинку по изготовлению лапши. Если вы активно чем-то занимаетесь, лучше посмотреть синтетику. Если вы просто для повседневной носки, в более пассивном режиме, то лучше смотреть пух. Гусиный пух или синтепон. Устраиваем пуховикам экстремальное испытание холодом и разбираемся, в каком сибиряку будет теплее пережить зиму. Красители добавлены, загустители, регуляторы кислотности. Все требования непосредственно, как бы, соблюдены непосредственно по этим трём продуктам. Фастфуд против домашней кухни. Выясняем кулинарные отношения и тестируем на вкус, цвет и полезность пакетированные соусы. Принято считать, что макароны не очень здоровая пища, от которой вокруг талии вырастает спасательный круг. Но оказывается, всё с точностью да наоборот. Макаронные изделия низкокалорийны, всего 190 калорий на 50 граммов сухого продукта. Более того, в макаронах и вермишельках содержится нужное количество белков – 13 граммов на 100 граммов продукта. Содержат они и так называемые медленные сахара, которые сгорают почти в полном объёме и восполняют запасы гликогена в мышцах, а ещё богаты витамином В1, снижающим усталость. Так что ешьте смело макароны, рожки, ракушки, звёздочки и кудрявую лапшу, которую, кстати, элементарно приготовить самому с помощью лапшичных гаджетов, битву между которыми устроила Анастасия Прохорчук. Мы лапшичники. В наших жилах течёт крепкий бульон. Древняя дочь зерна и воды. Какой секрет в тебе домашняя лапша? Как добралась ты с северо-запада Китая до кухонь наших домохозяек? О, эта история длиной в 4000 лет. С шашками прогресса на голову фабричные макаронные изделия вытеснили лапшу домашнюю, но не до конца. Есть ещё семьи и кухни, где придутся стройные мучные нити. Добро пожаловать в святую святых. Вот она, настоящая жизнь ресторана. Режется, шинкуется, кипит, шкварчит и парится. Ручной труд – магия продуктов. В этом цехе лапша зарождается, а точнее тесто. Всё, как и тысячу лет назад. Никакого секретного ингредиента – яйцо, вода, мука и соль. И что особенно приятно, в ресторане лапшу готовят вручную. Сегодня наш механический аппарат для резки лапши будет соревноваться с руками мастера Нуркамиля. Раскатываю тесто, а это процесс, знаете, отдельный, методичный. От середины к краям. Но не режет моя тесто резко. Мы раскатали тесто ещё тоньше, но нет, и даже Нуркамиля прибор не слушается. Ну, она не режет так хорошо. В общем, ничего, с таким приспособлением оно не работает. Да. Лучше взять за руки. Лучше взять, да. Доску, ножик и нарезать. С таким же успехом можно нарезать. Тогда закатываем рукава и за дело. Вругом уже можно растягивать. Вы прям вытягиваете её? Да. Здесь где-то килограмм выйдет уже готовой лапши, да. Это похоже на вязание. Да, да. Или на, когда придут шерсть. Да. Ну... Ох, как ловко вы это делаете. Маслянистую лапшу Нуркамиль сворачивает в петельку. И не просто так. Конечно. Можно уже вешать на уши. И... Пока я пытаюсь повторить все эти колдовские движения, Нуркамиль объясняет, такая лапша дешевле покупных спагетти. Выход продукта больше, а на приготовление в домашних условиях у повара уходит 40 минут максимум. Лапша после всех наказаний и постукиваний отправляется в кипяток. Как бы её нужно распутать, чтобы она там не слиплась. Ароматная, пахнет омлетом. Уже можно лакомиться. А можно и отнести на кухню, где лапша станет ингредиентом для паст, супов или мясных зажаристых лагманов. Азиатские специи, овощи, мясо. Вот он, гастрономический рай. Проголодались? Давайте отвлечёмся на минутку и поговорим о видах лапши магазина и порцию полезной информации на стол, где у наших экспертов уже имеется лапша рисовая, яичная, гречневая и фунчоза. Прозрачная, как слеза китайской императрицы. Фунчоза – вермишель из муки зелёных бобов мунг. Лапша практически на 100% унаследовала полезные свойства бобов. Это не пшеничная лапша. Фунчоза не содержит аллергенного белка глютена и идеально подходит для питания детей. Готовится быстро, всего лишь запаривается кипятком. Диетический продукт. Из фунчозы делают корейские острые салаты, её добавляют в супы и горячие мясные блюда. Стеклянная, или как её ещё называют, крахмальная лапша, несмотря на свою внешнюю хрупкость, в 100 граммах содержит около 320 килокалорий, а это немало. Остальные образцы уже не просто заливаем кипятком. Лапшу нужно варить до полуготовности, а дальше её приготовить нужно в соусе, чтобы она получилась вкусной и сочной. А то получится, как наши макароны по-флотски. Яичная лапша. Обычно её изготавливают на основе пшеничной муки. Также использованы могут быть только белки или только желтки яиц. От этого зависит цвет макаронового изделия. Это рисовая лапша фокхо. Вова, как ты смотришь на то, что мы тебе навешаем лапши на уши? Рисовая лапша. Гораздо лучше усваивается? Чем пшеничная. Чем пшеничная. Жира в ней почти нет. Рисовая лапша содержит мало белка, всего 2 грамма на порцию. Данный факт делает её прекрасным гарниром к более калорийной пище. И, наконец, лапша гречневая. Кладезь витаминов группы В, а благодаря своему минеральному составу, считается самым полезным видом макаронных изделий. В гречке очень много полезных микроэлементов и минералов. Если дети не хотят есть гречку, то есть лапша. Как бы можно немножко обмануть детишек? Ну что, кажется, наш лапшичный день удался? Если вас интересуют конкретные продукты питания или необычные рецепты, давайте экспериментировать вместе. Звоните. 290-19-90. Помидоры продлевают жизнь, а одиночество сокращает, уверены учёные. На очередной конференции, посвящённой способам продлить жизнь, все дружно высказались и вот к чему пришли. Вреднее всего на организм действует свет в ночное время. У любителей бодрствовать по ночам на 51% повышен риск коронарной болезни сердца, ожирения и язвы желудка. Образованные мужчины живут дольше, а женщины наоборот. Долгожители едят много помидоров, любят хлебные корки, они женаты, встают не по будильнику, а когда захотят. Дольше живут также те, кто любит шоколад, имеет домашних питомцев и тепло предпочитает холод. Алина Малиева с таким подходом согласна, при условии, что сверху надет пуховичок. Как выбрать тёплого друга и не ошибиться, предлагаю узнать из следующего потребительского батла. Упоминание о первых пуховиках появилось ещё в 15 веке. Заморские купцы с Азии и Востока привозили на русские ярмарки невиданный товар. Лёгкую пуховую одежду, отличающуюся особыми теплосберегающими свойствами. Но в те времена крестьянам было настолько привычно носить тулупы, что удобное изобретение заморских купцов не вызвало на Руси никакого интереса. В наше же время всё по-другому. Современные производители используют самые разные материалы в качестве утеплителя. Что же предпочесть? Всем известный пух или синтетический наполнитель? Впрочем, нельзя сказать однозначно, что лучше. И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого. Пух и синтетика очень сильно отличаются. Если пух идёт, наполнение самого пуха порядка 500-700 грамм для мужской куртки, для женской, до 500 грамм, детской, менее 350, то синтетика уже идёт в районе килограмма, 800 килограмм, в зависимости, опять же, от класса синтетики. Что касательно объёмов, если пух сравнивать, то он очень компактный, лёгкий, хорошо сминается, при эксплуатации очень удобно, то синтетика уже такими свойствами не обладает, она не такая компактная, не так хорошо уминается. Но при этом пух после такого экстремального сжатия расправляется очень быстро. Духовый наполнитель. Плюсы. Лёгкость, компактность, хорошая теплоизоляция. Материал дышит, гипоаллергенность, стойкость при минус 50 градусах. Минусы. Требует бережной стирки. С использованием специальных средств перед температурой 30 градусов без отжима. Долго сохнет после стирки. Очень хорошо впитывает запахи. Синтетический наполнитель. Плюсы. Гипоаллергенность. Не впитывает посторонние запахи. При использовании и стирке не деформируется. Быстро сохнет. Минусы. Теряем объёмы после многократных стирок. Выдерживает всего до минус 15 градусов. Поэтому, если вы активно чем-то занимаетесь, лучше посмотреть синтетику. Если вы просто для повседневной носки, в более пассивном режиме, то лучше смотреть пух. Более компактный, более легкий. И самое главное, при выборе натурального пуховика смотрите, чтобы пух был гусиный. У многих производителей сейчас используется утка, либо вообще куриный пух. Утка, она не такая тёплая. Куриный, как бы он ещё менее тёплый. И плюс менее ноский, потому что он очень быстро рассыпается. В отличие от гусиного пуха, который более упругий, более долговечный, и очень хорошо долго стоит. Что мы всё на словах, да на словах, испытаем наших помощников в деле. Тестировать пуховики на теплоустойчивость будем мы. Бесстрашный Нэпман Виктория согласилась мне в этом помочь. Начинаем наш эксперимент. На мне пуховик синтетический. На мне натуральный. Я думаю, я в своём хоть и тоненьком, но очень тёплом не замёрзну. Я думаю, что Виктория, вы в своём тоненьком точно замёрзнете. А вот мой натуральный будет держать теплоту на 100%. Предлагаю проверить всё это прямо сейчас. Вызову вас на лёд, Алина. Вызов принят, Виктория. Температура на льду составляет минус 15 градусов. В ожидании чуда прошло уже 10 минут, 30, 40, час. Жарко. Ну, мне на самом деле жарко. Жарко. Пуховик тёплый. Ну, плотный. Я не могу сказать, что сильно объёмный, но он тёплый, да, действительно. Так что я могу тебе дать погреться. У меня так тепло. В следующий раз я думаю, я останусь на своём натуральном. Давай. Да, бы не было врахла. Да, да. Цена натуропродукта от синтетического не отличается. Средняя стоимость тёплой покупки от 5000 рублей и выше. Подходите к выбору грамотно. Взвешивайте все за и против, и тогда зима не застанет вас врасплох. Иногда говорят, что майонез и прочие соусы не слишком полезны для здоровья, а для фигуры вообще катастрофа. Однако даже диетологи не совсем с этим согласны. Разумеется, при разумном употреблении соусы вкусны и даже полезны. Известно, правда, экспонаты вредные, но не для фигуры, а для кошелька. Маленькая баночка соуса White Truffle Marinaro, к примеру, стоит ровно 1000 долларов. А внутри за эти деньги вы найдёте отборные томаты, трюфели и тончайшие хлопья золотой фольги. А вот перец, служащий основой соуса табаско, собирается вручную. Причём у каждого сборщика имеется маленькая красная пластинка, в соответствии с которой определяется зрелость каждого стручка по совпадению цвета. Ну а теперь перейдём к практике и накормим соусами Алину Алтынгузину ради ценных отзывов. С какими только блюдами соус не дружит. От мяса по-французски до пельменей по-русски. Одним блюдом он благородную кислинку придаёт, другим сладкое внимание оказывает. Да и время хозяюшек экономит. От линейки готовых соусов глаза разбегаются. Так чему же отдать предпочтение? А для того, чтобы нам поближе познакомиться с соусом, мы выбрали три разных варианта. Первый вариант – это пакетированный соус порошковый для мяса и рыбы. Второй вариант – это соус в мягкой упаковке для салата. И третий вариант – это соус в стеклянной баночке для спагетти. Начнём с порошкового. 70 граммов хватит на две порции. Смешивайте содержимое пакетика с молоком, кипятите на медленном огне и вкусная компания для мяса и рыбы готова. Второй соус в мягкой упаковке сделан на основе растительного масла и уж очень похож на густой майонез. Идеальный спутник салатов. И третий вариант – соус на основе томатов. Запер в стеклянной таре. Выглядит очень аппетитно. Зовётся на итальянский манер «баланьезе». И как же всё это вкусное разнообразие в пищу употреблять? Есть непосредственно санитарные правила, которые выставляют требования непосредственно к производству пищевых добавок и к их использованию. Спокойствие – только спокойствие. Отдавайте свою наличность только за известные соусы. Проверяйте герметичность упаковки и внимательно изучайте состав. Указаны непосредственно те пищевые добавки, которые сюда добавлены. Красители добавлены, загустители, регуляторы кислотности. Все требования непосредственно соблюдены непосредственно по этим трём продуктам. Нормы-то соблюдены. А скажет ли спасибо за такие соусы желудок? Здесь мы видим уже Е1422, ряд регуляторов кислотности, ароматизаторы. Сами понимаете, что данный соус не совсем полезный продукт. Сухие порошковые соусы практически все состоят из химических добавок. Поэтому их тоже рекомендуется употреблять. Ну вот у вас здесь томатный соус традиционный. Да, в принципе здесь добавок нет. Почти натур-продукт. Только аминокислоты, микроэлементы и витамины реже встречаются. В чём ещё представители фастфуда уступают домашним соусам, определит поединок. Мы будем готовить соус баланьеза. Он родом севера Италии. Он традиционный. То есть все ингредиенты те, что и в Италии. Итак, нам понадобится фарш, помидоры, лук, оливковое и сливочное масло, бекон, красное сухое вино, сливки и смесь приправ. После того, как лук и морковка стали мягкими, мы начинаем добавлять фарш. Пора ввести ещё один ингредиент. Ещё одно мясо вкусненькое. Да, да. Мы добавляем в сыровяленый бекон, мелко порезанный. Мы сейчас добавим нежности. О боже, как это вкусно выглядит уже. И, конечно же, только натуральные томаты. Забудьте о томатной пасте. В баланьезе её не место. И вот он, момент истины. Приступаем к дегустации. Мы сначала будем дегустировать соуса. Давайте. Это у нас образец магазинный. А вот домашний. Ммм, я никогда такой вкусный соус не кушала. Теперь черёд баночного соуса. Вид имеет аналогичный, запах вполне аппетитный, но жидковатный в меру. Это вообще другой, мне кажется, совершенно соус. Вот знаете, ощущение такое, что взяли томатную пасту, добавили туда немножечко приправы и разбавили её то ли водой, то ли чем-то. Вердикт вынесен. Домашний баланьезы и свежее, и вкуснее. Полчаса у плиты вашей соусницы аналогичный объём, что и в банке. Вот только денежных затрат раза в три побольше будет, зато рецептура оригинальная. Нами это испытано и проверено. Если на выходных в планах покулинарить, а в меню репетиция новогоднего винегрета или оливье, следующий совет точно придётся кстати. Сваренный для этих блюд картофель в мундире сохраняет массу минеральных солей, но раздражает процессом очистки. Итак, сохраним всё полезное и играючи разберёмся с кожурой. Делаем круговой надрез на картофелине, варим её до готовности, затем опускаем в ледяную воду на 15 секунд и очищаем картофель одним движением руки. Можете попробовать во время рекламы. Скоро продолжим. Шея, вырезка, покромка, кострец, лопатка, грудинка, окорок, рулька, корейка, котлета, антрикот, ребра, снеговик. Стейк-тибон, клапстейк, филиминьон, жадебрян, стрибло, интернерс, киртстейк. Самое свежее охлаждённое мясо и мясные деликатесы к новогоднему столу собственного экологически чистого производства. В новых розничных магазинах мясничий. Академика Павлова 58, Водопьянова 11, Щорса 50. С новым мясом. Ммм, с Новым годом. Мобильный интернет для меня единственный способ быть в курсе событий. Общаться с семьёй, делиться достижениями с друзьями. И мне нравится, что я плачу за интернет только тогда, когда им пользуюсь. Услуга «Интернет с тобой» от Ростелеком. 4 рубля в сутки только в дни пользования. Выставка «Шубы на расхват» с 13 по 16 декабря в ВДЦ Микс Макс. Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и приучили есть за троих. Что делать, если ребёнок плохо ест? Конечно, лучше было бы, если бы плохо ел, к примеру, муж. Готовить меньше. Но вернёмся к нашим младенцам. Итак, если аппетит у ребёнка так себе, попробуйте сменить посуду. К примеру, есть тарелочки с дном треугольной формы, чтобы было удобно зачерпывать кашу. А к ней есть специально сконструированная ложка. Чтобы чашка не ускользала и не переворачивалась, можно купить специальный силиконовый коврик или тарелку на присоске. Есть и термопосуда, специально для тех, кто спит над тарелкой. Можно ковырять ложкой до обеда, а кашка всё равно останется тёплой. Вместо бутылочки купите стакан-непроливайку, и процесс самостоятельного поглощения пищи у вашего ещё совсем маленького чада пройдёт в сухости и комфорте. Для чего, правда, понадобится ещё кое-что. Об этом в деталях Алина Малеева. К тебе гости пришли? Да? Там у нас всё в порядке? Всё в порядке. Теперь современные мамочки могут забыть про бесконечную стирку, сушку и глажку пелёнок. Ведь на помощь пришли подгузники. Но, несмотря на все преимущества этого изобретения, некоторые семьи относятся к одноразовым подгузникам с предубеждением, опасаясь множества мифов и стереотипов. Педиатры и акушеры в этом детском вопросе имеют мнение определённое – победа за прогрессом. Если родители экономят на качестве подгузника, на времени смены, конечно, будут побочные действия в виде опрелости кожи, ну, либо присоединения, даже бывают аллергические реакции на ткань. Главное правило в эксплуатации подгузников – не злоупотреблять ими. Надевать при походе к врачу во время сна или продолжительных переездах. Для малышей, которые уже начали ползать, производители предлагают подгузники-трусики. Изготовлены они с использованием полимера с высоко впитывающей способностью. Поэтому даже во время длительных игр можете не волноваться за попки своих малышей. Цена большой упаковки – от 700 до 1000 рублей. Состав можно определить только на коже малыша, эффект, что нет опрелости, натертости нет у малыша, попка всегда сухая. Подгузник снимаешь – он сухой, внешний слой сухой. А пока ваша чада спит себе спокойно, можете заняться и собой. Педикюрные носочки от мозолей и натоптышей содержат 12 видов природных компонентов. Надели носочки на пару часов, а всю работу они сделают сами. Помимо средств для интимной гигиены, также важны и моющие гигиенические средства. Если ваша или кожа малыша особенно чувствительна, то идеальный вариант для использования шампуни, порошки, кондиционеры, средства для мытья посуды на основе эко-компонентов. Еще одна популярная новинка у современных мамочек – моющие средства для мытья овощей и фруктов. Они обладают гипполергенными свойствами и полностью смываются с поверхности, не оставляя следа. Что мы все на словах да на словах, переходим к делу. Начинаем наш эксперимент. Перед нами 6 образцов подгузников разных производителей. Попытаемся выяснить, действительно ли они быстро впитывают, и попка у наших малышей остается сухой. Чтобы наша потребительская битва была честной и объективной, выбираем подгузники одного размера и жидкости на каждый образец по 180 мл. Первый испытуемый справился со своей задачей на 100%. Еще два образца повторили успех собрата, чего не скажешь о последующих экземплярах. Проверку этот подгузник не прошел. Переходим к образцу номер 5. А это звезда всех подгузников. Химии тут много. Как говорится, не все то золото, что балестит. Из всех вариантов, которые мы уже протестировали, образец номер 5 дольше всех впитывал влагу. Но посмотрим, как справится 6-й. И последний претендент на победу не порадовал хорошими результатами. У нас есть три победителя – Генки, Муни и Мэрис. А американские аналоги, увы, подвели. Так что, родители, делайте правильно выбор, и пусть попки ваших малышей всегда будут сухими. А в выборе детских гигиенических товаров вам поможет магазин «Япона Кидс», который расположился по адресу улица Матозалки, 10 Г, торговый офисный комплекс «Кристалл», первый этаж, телефон 2-40-21-51. И город Железногорск, проспект Ленинградский, 1-Б. Второй этаж, телефон 8-902-940-21-51. Уги сегодня носят все – и легкомысленные блондинки, и брутальные мачо. Они даже потеснили наши валенки. Изначально уги носили пилоты во время двух мировых войн. Позже и взяли на вооружение американские серферы, чтобы согревать ноги после катания в холодных водах. Ну и, наконец, популярными во всем мире оги сделала австралийская промышленность. Именно там наладили первые массовые производства этих сапожек. Между прочим, в дословном переводе оги означают «уродливые». Мы же намерены рассказать вам о красивом, теплом и таком шерстяном. Не будем терять времени. Поехали! Звонкие, пушистые. Знакомьтесь, это порода немецкий шпиц – облако на ножках. Но сегодня необычный день в шумном семействе кинолога Евгении. Пора как следует вычесать питомцев. Собака линяет, как правило, хорошо проленивает раз в год. Вот сейчас у нее самая линька, когда деткам два месяца, и у нее хорошая интенсивная линька, когда снимается вот такая хорошая шерсть. Очень мягкая. Очень мягкая, правильная для вязания. Из такой неостяковой шерсти получаются теплые варежки, носочки и пояса. Собачья пряжа в Красноярске редкость, как и качественная овечья шерсть. Скоро холода, товарищи, пора нам с вами утепляться и оздоравливаться. В древности слабых и недоношенных младенцев выхаживали, заворачивая их в овечью шерсть. Ведь в ней содержится ланолин, это животный воск. Он входит в состав противовоспалительных препаратов и способствует быстрому заживлению ран. Пледы и одеяло из овечьей шерсти – настоящая находка для зимы. Не хватает только камина и кресла-качалки. За одно шерстяное полотно большого формата приготовьтесь отдать около 3000 рублей. Удивительно, но овечья шерсть устойчива к огню. А пряжа из шерсти тонкорумной овцы входит в состав профессиональной огнеупорной одежды. Благодаря чешуйчатой структуре волокона шерсть отталкивает грязь и долгое время остается чистой. Как же ухаживать за шерстяными вещами? Узнаем прямо сейчас и наверняка, чтобы потом не плакать по своим денежкам. Натуральная овечья шерсть не требует к себе какого-то особого ухода. Первое – это нужно проветривать изделие на открытом воздухе один-два раза в месяц. А второе – это стирать при температуре не выше 30 градусов специальными средствами для шерсти, которые в состав входит ланолин. После стирки изделий из овечья шерсти лучше слегка отжать и высушить в расправленном виде. В магазине отличить настоящую шерсть можно по запаху, приятному, но специфичному. Способ второй – потереть и помять полотно. Если волокна поскрипывают, скорее всего перед вами синтетика. Если в шерстяной одежде с рынков в люди вытерешься не сразу, только если сильный мороз заставит, то такие вполне себе модельные жилетки-кофты можно носить и на работу. Здесь идет комбинация с джинсовой тканью. Вот оно, тепло по-современному. За модную овечью жилетку отдадите около 4000 рублей. Идеальный вариант для автоледи. Есть модели и с натуральной замшей. Надеваешь и через 3 минуты уже становится жарковато. Шерсть быстро согревает. Отличным подарком на Новый год, кстати, станут овечьи носочки. Снегири на белом – милая полоска от 300 рублей за пару. Шерсть слегка покалывает кожу и будет приятно массировать ноги. Выбирайте качество, изучайте товар. Шерсть наших предков не подводила и нас не подведет. Проверено НЭПом. Правильно питаться и при этом не проводить часы за чтением поваренных книг совершенно реально, утверждают специалисты-диетологи. Если следовать всем канонам здорового питания не получается, то хотя бы возьмите за правило каждый раз покупать в магазине овощи и фрукты четырех разных цветов. Так вы обеспечите свой организм минимальным набором полезных веществ. Советы других специалистов ждут вас в нашей традиционной рубрике НЭПОТВЕР. Сыну Светланы три года. Мальчик отказывается верить в Деда Мороза. Женщина интересуется, стоит ли навязывать ребенку мифические традиции и как быть, если придет время объяснять сыну, что на самом деле Деда Мороза не существует. На вопрос отвечает психолог Надежда Петрик. Безусловно, ребенку стоит создавать сказку. Нам, безусловно, нужна эта вера в чудо. Даже взрослому она нужна, а уж о детях и говорить нечего. Поэтому про Деда Мороза говорить нужно, и что он существует, говорить нужно до определенного момента. Каждый, конечно, решает сам вопрос, во сколько должен ребенок узнать, что Деда Мороза вообще как бы не существует. Ну, конечно, чем позже, тем лучше. Изначально у ребенка формируется Деда Мороза вера, а затем она плавно перетекает, как вера в лучшее, в какую-то надежду и веру в то, что все будет хорошо. Может быть, не стоит говорить детям, что вообще Деда Мороза нет. Все равно мы в каком-то определенном возрасте, мы сами это понимаем, сами осознаем, понимаем, что Дед Мороз – это наш папа, там, дедушка и так далее. Поэтому, мне кажется, это процесс, который сам плавно перетекает. Сын Марины капризничает в магазинах и просит купить недешевые игрушки к Новому году. Женщина интересуется, как деликатно отказать малышу. Здесь есть вариант такой. Давай мы сейчас напишем Деду Морозу письмо, а он посмотрит, как ты себе виску тревогу, и уже тогда решит, стоит тебе его дарить или нет. То есть ребенок понимает, что, во-первых, то, что он делает, имеет некоторые последствия. Это тоже очень важно для будущей, для дальнейшей жизни. И тем самым мы понимаем, что если мы не можем себе робота за 5 тысяч позволить, то мы можем, как завуалированно это все, очень мягко ребенку отказать. Если, опять же, я не могу себе позволить этот подарок, то нужно с ребенком обсудить. Ну, понимаешь, Дедушка Мороз не смог тебе в этом году подарить такой подарок. Детей же много, на всех не хватает, а у тебя очень дорогой подарок. Поэтому он тебе подарил подарок, но чуть дешевле. Если у вас есть вопросы к нашим специалистам, звоните в редакцию программы НЭП по телефону 290-19-90. Вместе мы найдем ответы. И на этом сегодняшний субботний выпуск НЭПа завершен. Продолжим на седьмом канале с понедельника по четверг в 22.00. И повторим все самое лучшее в субботний полдень. Звоните и задавайте свои вопросы по телефону 290-19-90. И не забывайте заглянуть с проверкой на наш сайт trk7.ru. Всем прекрасных выходных и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok